8 июня в Москве пройдет Всероссийская промышленная конференция «Страна живет, когда работают заводы». Большая встреча государства, предприятий и общественных организаций посвящена развитию промышленности. Ненецкий округ на этой площадке представят активисты Общероссийского народного фронта. Они расскажут о том, какие задачи предстоит решить окружным производителям. За первый квартал 2015 года в бюджетную систему России налогоплательщики округа перечислили 15 миллиардов рублей. Более 10 миллиардов внесли недропользователи. Производители местных, молочных и агроизделий, электроэнергии заплатили только 25 миллионов. Эти цифры – наглядная картина в разнице роста сырьевого и несырьевого секторов экономики. Фактически опять этот рост обеспечен за счет добычи нефти и газового конденсата. Они нас вытянули по цифрам 10,5 в январе, 11% в феврале. А вместе с тем обрабатывающий сектор округа показал рост за 4 месяца всего на 0,3%, в том числе производства пищевых продуктов. Поднять производство на новый уровень поможет грамотное планирование. Михаил Ферин считает, бизнес-план тот инструмент роста, который доступен каждому предприятию. Округ всегда поддержит перспективные направления и поможет с кадрами. Три учебных заведения готовят специалистов различных профилей – бухгалтеры, ветеринары, парикмахеры, повара, водители. Для развития производства их потребуется на порядок больше. Федеральные образовательные стандарты уже скорректированы с учетом новых экономических условий. «Все возвращаем на круги своя. Снова возвращаемся к тому, что обучать рабочие кадры нужно не 2,5 года, а 3 года, как и было. То есть приоритет и смещение в сторону практики – это безусловно важно. Это развязывает нам руки, потому что мы теперь снова начнем готовить новые программы, мы снова начнем готовить новые модули». Вместе с новыми программами обучения должна обновиться и материально-техническая база. Автомобили, электроплиты и станки, мягко сказать, устарели. Лучшие практики российских предприятий будут представлены на конференции в Москве. На их основе планируется внести изменения в налоговую систему и работу государственных институтов. Валентин Ачибичик, Антон Водряков, телеканал «Север».